Здравствуйте! Продолжаю. Вы обратили внимание, я обещал разбирать, разобрать тексты Александра Башлачева, а в предыдущем ролике остановился и ограничился только одним текстом. Это вот время колокольчиков. Но дело в том, что эта песня, этот текст, он знаковый для Саши, культовый, если хотите. Таким стал для российского рок-н-ролла. И ведь именно эту песню, этот текст, когда услышал Гребенщиков, услышал Юра Шевчук, они помогли Саше выйти на сцену, выйти к людям, то есть подтолкнули его. Ну, что касается Шевчука, то он даже выпустил альбом, к сожалению, уже после смерти Саши, который так и назывался, Кочегарка. Ну, помните, о Кочегарке я вам рассказывал, куда Сашу устроили, когда он оказался в Питере. Не буду возвращаться, кому интересно, может заглянуть в тот ролик. Так, дело в том, что вот этот колокольчик, эти колокольчики, они потом пройдут через всё Сашина творчество. Саша, как любой поэт, революционер, а та песня или тот текст, который я разбирал в прошлом ролике, вот эти самые колокольчики, он достаточно ранний. Я не хочу сказать, что он слаб, примитивен, не дай бог, ничего подобного. Но он ещё во многом традиционен. Если обратить внимание на его музыкальное оформление, как Саша его преподносит, да и даже сам текст, как он написан, он ещё как бы укладывается в традицию, которая сложилась к тому моменту, когда Саша выбрался из своего андеграунда и вышел. Ну, сначала на квартирниках, а потом и на сцену. Тут можно, я отслеживал такую параллель, я вот говорил о Высоцком, но на самом деле можно то же самое сделать, если бы я стал проводить параллели там с Булатом и Куджавой, или с Александром Галичем, или там с какими-то другими. Не буду сейчас этого делать. Я только хочу сказать вот, что Россия, согласно официальной идеологии, которую, честно скажу, я не разделяю, тем не менее, так считалось, что государственность России в том виде, вот такого единоначалия, такого абсолютного монофического, что ли, правления, сложилась в пушкинскую эпоху. Как я уже говорил, не очень разделяю, потому что, на мой взгляд, произошло это значительно раньше, и я в прошлом ролике, видите, вам даже что-то говорил о Золотой Орде. Ведь Золотая Орда это, в сущности, войск, которые должно захватывать, а любая армия, войск, армия, она не понимает, что такое вот демократия какая-то. Ну, просто весь исторический опыт, вся революция человечества показала или доказала, что действительно эффективное войско, эффективная армия, это где любой ниже стоящий подчиняется вышестоящему и беспрекословно выполняет его приказы. Но то, что хорошо для войска, отнюдь не всегда хорошо для гражданского общества. И Россия, российское общество это очень остро ощущает. И отсюда вот эта вот легенда, которая без конца культивируется. Опять же, я вам рассказывал в предыдущем ролике, это вот о Новгороде, о его колоколе, о новгородском вече и так далее. И тут просто масса вещей. Тот же Пушкин или вот, например, Мэй написал целую балладу, которая так и называлась «Вечевой колокол». Вообще, этот вечевой колокол будет путешествовать от поэта к поэту. И поэтому то, что вот Саша обратился к нему вот так, не напрямую, разбил этот колокол на колокольчике. В общем-то, как я говорил и продолжаю на этом настаивать, что укладывается в традицию, в некую. А чтобы просто то, что я сказал, выглядело чуть-чуть убедительнее, я вот сейчас вам зачитаю еще несколько цитат из Сашиных текстов, уже более поздних. Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки, как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке, душа гуляла, душа летела, душа гуляла в рубашке белой. Да в чистом поле все прямо, прямо, и колокольчик был выше храма. Ванюша, ну, название текста. То есть, видите, вот этот колокольчик был выше храма. Я уже тоже вам говорил, но опять повторю. Вспомните Евангелие. Бог Богова, Кесарев Кесарева. Ведь как часто мы произносим эту фразу и совершенно не воспринимаем всей глубины в ней заложенной. То есть, дух, религия, церковь – это вот жизнь духа. А позаботиться о нашем теле, о материальных каких-то вещах – это уже Кесарева. То есть, это власть, это государство и прочее. И если эта власть плохо заботится о нашем теле, ну, мы вправе ее поменять. Ведь, задумайтесь, ну, что такое власть? Это слуги. Они обслуживают нас. Она живет на наши деньги. И поэтому, вообразите себе, вы в дом взяли слугу, а он плохо выполняет свои функции. Ну, так вы его выгоните и наймете другого. Я тебе плачу, будь любезен делать так, как мне будет приятно и хорошо. Но смешивать вот эти понятия, вот это материальное, о чем должно позаботиться государство, и духовное, о чем должна позаботиться церковь, религия, христианство, долевая религия на самом деле, никак нельзя. И поэтому, вот, Саша тут и поет об этом колокольчике, который выше храма. Или похороны шута. Да кто вам сказал, что шуты умирают от скуки? Звени, мой губенчик, работай, подлец, не молчи. Ну, или еще спроси звезда. Видите, я называю текст, а из каждого читаю только небольшой отрывок. Звезда, я люблю колокольный звон. С земли по воде сквозь огонь в небеса звон. Или за окнами салют. Царь Пушкин в новой раме. Покойные не пьют. Да нам бы не пролить. Двуглавые орлы с подбитыми крылами Не могут меж собой корону поделить. Подобие звезды по образу окурка. Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши. Мой бедный друг из глубины твоей души Стучит копытом сердце Петербурга. Это петербургская свадьба. Ну, тут просто каждую строку можно разбирать. Царь Пушкин. На Руси там было принято что-то очень большое, великое. Царь Колокол, царь Пушка. А вот у Саши царь Пушкин в новой раме. Свидетель преподносит нам его в новой раме. Да, величие преклоняемся. Действительно велик. А вот в суть этого величия ведь не погружаемся совершенно. Покойные не пьют, да нам бы не пролить. И дальше двуглавые орлы с подбитыми крылами. Да это ведь та же самая Иисусова проповедь. Ведь что значит двуглавые орлы не могут поделить эту корону? А вот эту корону именно и не могут поделить, не могут разобрать. Где духовное, а где материальные начала. И отсюда вот это расприя непрерывное. И непрерывное возвращение к одному и тому же, с чего я начал. То есть вот как было принято это подчеркнутое из орды, вот это единоначалье. То есть устройство государства на манер войск. Вот так оно и сохраняется. А не должно этого быть. И тогда вот Саша и споет, что стучит к копытам сердце Петербурга. Тут к Петру нас все это отсылает. Ведь Петр, помните, как он к религии относился? И там была попытка вот именно взглянуть назад. Попытаться взять что-то оттуда, где уже это разделение духовного и материального произошло. И вот сердце Петербурга стучит. Оно это помнит. Ну, давайте двинемся дальше. Русский рок принято считать, во всяком случае, до Саши так было. Да, и потом продолжалось, ну, такое словечко попробую тут употребить, логоцентричное. То есть частенько приходилось слышать, а поначалу это было вполне-вполне оправданно, что музыкальное сопровождение это вот именно какая-то сопроводиловка. То есть, вот помните, я вам говорил о стеле в предыдущем ролике, когда вот с запада была перетянута формальная часть рока. Вот ритм, шум, ган, удары, грохот и так далее. А словесная часть, вот, поэтический аспект, как бы на втором плане. Я не хочу сказать, что на западе не было ни одного музыканта, у которого тексты не были бы наполнены смыслом. Были такие, ну, того же Боба Дилана назовут, да на самом деле и тех же Битлз, и тех же Пинк Флойд можно назвать. У них есть очень содержательные тексты. А вот нарус это перекочевало поначалу, вот только как бы внешне, что ли. И тем не менее, вот именно в тот период, о котором я начал рассказывать еще в предыдущем ролике, что в основном это приходится где-то на 84-й год и дальше, то появляются, они до этого появились, но здесь вот заявляют о себе в полную силу, ну, такие поэты, видите, я их называю в данном случае поэтами, даже а не музыкантами, хотя они музыканты тоже. Это как вот Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой, там, Кенчев Константин, ну, уже Юра Шевчака, я упоминал вам. То есть назвать их поэтами в академическом смысле слова, наверное, все-таки нельзя. Но, тем не менее, это совершенно другой рок-н-ролл, то есть совершенно уже не западного образца. И Саша именно вот отсюда, что ли, черпает, то есть вот именно к ним обращается. И тут можно что о нем сказать? Что, во-первых, конечно, как профессиональный поэт, я в данном случае слово профессионально использую, ну, в таком благородном смысле, то Саша, ну, не то чтобы там выше, не хочу сравнивать, но очень высоко стоит. И он отнюдь не безразличен вот к той музыке, которая сопровождает то, что он поет. И там у него много будет рассуждений на эту тему, как вот он все это видит и так далее. И он будет рассуждать о том, что мы должны во многом отказаться от того, что делалось на Западе, потому что, ну, потому что на Руси слово никогда не было таким вот, каким оно было там. Я уже где-то говорил об этом. На Западе не знали, что такое отсутствие свободы слова, что вот поэт, музыкант не мог высказать, выразить то, что он думает. Пожалуйста, говори. За это не карали, не наказывали. Чего на Руси, не буду вам рассказывать, было более чем достаточно. И поэтому какая-то вот повышенная ответственность к этому слову, которое ты произносишь. И вот Саша, я тут сейчас цитату из него приведу, как-то вот заметил. Есть формы рок-н-ролла, блюза, и мы должны вырасти из них. Любим-то мы все равно немножко другое. Это естественно. Мы должны петь о том, что любим. И он действительно будет петь именно о том, что он любит. То есть, если человек не испытывает к чему-то страсти, то, наверное, и нет смысл заниматься этим делом. А Саша страстно отдается тому, что он делает. И вот о том же самом периоде, пока идет речь, это 83-84 год, Саша сам будет признаваться, что вот он во многом заимствует, например, разговорную традицию Бога Дилана. И если я сейчас не буду цитировать, цитировал уже где-то такие его тексты, песни, как вот «Рыбный день», «Черные дыры», «Новый год», то там просто можно вот с Диланом находить ассоциативные связи. Но постепенно он от этого уходит. Он входит, он растет. И Саша даже будет рассуждать о том, что вот да, он выступает, вот играет сам себе на гитаре. А вот он хотел бы создать ансамбль. Но вот как-то не получается. Не находятся такие музыканты, с которыми вот он мог бы играть вместе. Но мечта такая все время у него присутствует. А движение вперед, ну, совершенно несомненно. Тут интонации меняются. Появляется что-то, ну, не побоюсь этого слова, от советской бардовой песни, авторской песни, так ее еще называли. И сюда можно отнести вот такие тексты, как «Петербургская свадьба», или «Абсолютный вахтер», или даже вот «Грибоедовский вальс». Видите, даже слово «вальс» включено в название. И действительно там вот, исполняя этот текст, эту песню, там звучат вот эти вальсовские такие мотивы. И слушая волей-неволей начинаешь вспоминать Галича, начинаешь вспоминать о Куджабу. То есть, Саша, как я сказал, не в пустоте. Он и заимствует, и развивает, и эволюционирует сам вот в личностном, что ли, плане. Тут-то и отголоски городского романса начинают у него появляться. Я только называю тексты, но не могу я просто все их разобрать. Это вот «Хозяйка», «Триптих», или там «Подвиг разведчика», или там «След симпозиум». Ну, когда слушаешь эти тексты, ну, просто невозможно удержаться, чтобы не вспомнить Владимира Высоцкого, который был, ну, маэстро в этом плане. И вот, тем не менее, Саша все время стремится вот к какому-то синтезу. Синтезу всего того, что вот он освоил, чему он научился. И такой синтез ему, в конце концов, удается. И удается, к сожалению, уже в самом конце его жизни. Но в таких текстах, просто, ну, потрясающих текстах, как Егоркина «Былина» или там «Ванюша». О них я поговорю особо. Надо найти содержание свое, это Сашины слова, и вложить его в совершенно новые, иные формы. И дальше он скажет. Конечно, это не будет принципиально новая форма, потому что принципиально новые формы невозможно придумать. Это будет развитие прежних. Чистушка или рок-н-ролл, я просто слышу, насколько они близки мне. Когда я слушаю Боба Дилана, видите, сам даже ссылается на Дилана, я слышу в нем русскую песню. И не только русскую народную песню, а просто слышу в нем корень, и вижу, что от этого корня идет. И вот я тут назвал вам Егоркину «Былину» или «Ванюшу». И там все это, о чем вот только что сказал сам Башлачев, присутствует. Тут и народная поэзия, и элементы западного блюза, и рок-н-ролла. И вот все это, как повторю словами Саши, тот общий корень, от которого надо двигаться. И тут, смотрите, если вы внимательно слушали эти тексты, в данном случае их надо не читать, конечно, а слушать, это, с одной стороны, вот какая-то монотонность, звучание, которое вдруг обволакивается какой-то магией, ну, уникального. Это вообще чудо, Ютуб, что мы имеем возможность не только вот читать с листа, и не только слышать Сашины тексты, его исполнения, а видеть, как он это делает. И когда просто смотришь на экран, и видишь, как он отдается этому исполнению, ну, просто душа вырывается наружу. И об этом много писали, говорили, и сам Саша признавался, что очень часто после таких вот концертов, вот он смотрел на грив, гитары, где пальцы перебирали лады, и вдруг оказывалось, что струны испачканы кровью. То есть он просто не чувствовал боли от того, что вытворяли там на струнах его пальцы. И вот, как я уже сказал, все это тут переплетается и с какими-то былинными, и северными мотивами, и так далее. И об этой былинности уже заходила речь. Эту былинность переняли от Саши. А может быть, сами к этому пришли. Когда я говорил или рассказывал вам о Янке Дягилевой, или там о Егоре Летове, ведь у них тоже эта былинность присутствовала. И тут я просто не могу удержаться, чтобы не сделать такое отступление. Вот эта вот былинность, она возникает еще до Саши. Очень многих начинает вдруг почему-то тянуть к ней. Это трудно тут раскопать, отыскать корень, откуда все это берется, от чего, почему. Ну, вот та несостоятельность вот того, что мы имеем или имели в том 84-м году, в реалии, заставляла людей оглядываться назад, пытаться понять, откуда все это пошло, откуда и как началось. И, ну, я, как вы заметили, нигде, никогда не рекламирую собственное творчество. А то, что я делал, во всяком случае, в России, это было, конечно, для Саши, речь идет о 70-х годах. Но попробую тут такую вещь себе позволить, которую раньше никогда не позволял. Где-то в 74-м, 73-м году написал рассказ, из-за которого имел счастье познакомиться с организацией, которую даже во сне вспоминать не хочу. И там вдруг вот такой стишок вкрался, сочинился вдруг. Пальцы теребят струны золоченые, Гордо смотрят головы русые, Расправляем в ши мы штаны заморские, Чтобы жизнь была веселей на онере. Наш корабль встал на века навечные, Не забыли, чтоб времена были линные, А вперед идти нам пока не велено, А велят идти, мы не призадумаемся, Наш корабль стоит, как гроза врагам, Стережем его пуще соколов, Зверь сюда не пройдет, Птица не пролетит, Ну а прочие сами сгинутся. Блин, откуда, как, почему? Ну, вот так оно как-то вот все это восстанавливалось, Выстраивалось, и когда вдруг, уже по прошествии лет, Десяти лет, я натыкаюсь на Сашины тексты, Натыкаюсь на песни, тексты Летова, На тексты песни Янки Зигеря, И вдруг вижу, что и они это подхватили. Значит, меметик, или как уж тут все это объяснить, В воздухе это висело, Вытянуло людей туда. И вот Сашу тоже туда завлекло, И я считаю, что в этом плане он сделал невероятно много. Ну, давайте двинемся дальше. Палата номер шесть. Одно название относит нас куда? Чех Антон Павлович. Хотя то, о чем нам расскажет Саша, Ну, тут, наверное, пострашнее, чем у Чеха. Хотел в Алмату, Приехал в Воркуту, Строгал себе лапту, А записали в хор. Хотелось Беломуа, В продаже только ту. Хотелось телескоп, А выдали топор. Хотелось закурить, Но здесь запрещено. Хотелось закерять, Но высохло вино. Хотелось объяснить, Сломали два ребра. Пытался возразить, Но били мастера. Хотелось одному, Приходится втроем. Надеялся уснуть, Командуя подъем. Плюю в лицо слуге, По имени народ. Мне нравится БГ, А не наоборот. Хотелось полететь, Приходится ползти. Старался доползти, Застрял на полпути, Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти, За это мне грозит, От года до пяти. Хотелось закричать, Приказано молчать. Попробовал ворчать, Но могут настучать. Хотелось озвереть, Кусаться и рычать. Пытался умереть, Успели откачать. Могли и не успеть. Спасибо, главврачу, За то, что ничего, Теперь хотеть я не хочу. Психически здоров, Отвык и пить и есть. Спасибо, Башвачев. Палата номер шесть. Вот в какой стране, В какой палате, Живет Саша, Сам себе говорит, Спасибо, Башвачев. Страшно. И то, что я до этого вам сказал, Вот о золотой орде, Об этом единоначалии, Которое все время тянется, Вот к тоталитаризму, Вот к такому вот тотальному какому-то подавлению, Тотальному проникновению Не только в то, что мы делаем, Как мы поступаем, Вплоть до того, что он хочет забраться в наши мысли и так далее. И горько, Саша, Я уже сказал о том, Что вроде бы какая-то, Ну оттепель, не оттепель, Но какой-то клапан открывается В этом 84-м, 85-м году и последующем. Но это я, когда я о Летове вам рассказывал, Говорил без конца, Чувствует Летов, И Янка чувствовала, Что все это возвращается опять туда же. То есть то, против чего они выступали, Ради чего вышли на сцену, Писали свои тексты, Кричали, пели, Опять все то же самое. И Саша это тоже чувствует. Или там он пишет другой текст, Жизнь поэта. Поэты живут и должны оставаться живыми. Пусть верит Перу жизнь, Как истина в черновике. Поэты в миру оставляют великое имя, Затем, что у всех на уме, У них на языке. Я помню, я вам цитировал Стругацких, О том, что поэт, Ну, Стругацкие писали там, Писатель у них было слово. Ну, писатель, конечно, можно понимать, Реширидна. Это прибор, Который видит, Чувствует действительность. Именно не просто там собирает какие-то факты, Там как журналист, А чувствует, Как вот действительно такой чувствительный прибор, И озвучивает их. И то, что вот у всех на уме, Видите, у поэтов на языке. Пусть не ко двору, Эти ангелы чернорабочие, Прорвется к перу то, Что долго рубить, И рубить топором. Поэты в миру После строк Ставят знак Кровоточия. К ним Бог на порог, Но они верно имут свой срам. Поэты идут до конца, И не смейте кричать им, Не надо. Я здесь остановлюсь, Хотя хочется читать дальше. Ну, просто такая строка, На ней невозможно не задержать взгляда. После строк Ставят знак Кровоточия. Ведь, помните, Рассказывал вам, Когда я слушаю какого-то поэта, И там какие-то рифмы идут, То невольно начинаешь Как бы опережать. И вот, сейчас вот прозвучит такое слово, А сейчас такое. И когда угадываешь, То есть звучит именно то слово, Которое я бы образил, То я всегда испытываю разочарование. Потому что думаю, Ну как, если вот и я мог сочинить, То зачем мне его слушать? Да? А вот с Сашей этого совершенно не происходит. То есть, что на ум приходит слово, А потом бац! У него стоит другое. И не просто так вот другое, А глубже того, Которое вот родилось в моем мозгу. Я вдруг вижу, Что вот в отличие от меня, Он да, Он вот сумел написать так, Как я бы, наверное, не сумел. Немноготочие, Кровоточие ставит. Или дальше. Ведь Бог, Он не врет, Разбивая свои зеркала, И вновь всем кругом Беспокойного, Звонкого лада. Ада ждешь? Нет, Беспокойного, Звонкого лада, Глядят ему в рот, Разбегаясь калибром стволов. Лад Разбегается-то чем? Стволами, да? Калибром стволов. Ну вот ты, поэт, Еле-еле душа в черном теле, Ты принял обет, Сделать выбор, Ломая печать. Мы можем забыть всех, Что пели не так, Как умели, Но тех, кто молчал, Давайте не будем прощать. Я здесь сделаю маленькую паузу, Просто это четверостишие я уже разбирал, В предыдущем ролике, До предыдущего. Нельзя прощать тех, кто молчал, Потому что именно из-за них и происходит все то, что происходит. Ну, двинусь дальше. Не жалко распять, для того, чтобы вернуться к Пилату. Поэты не взять все одно, ни тюрьмой, ни сумой, Короткую жизнь, семь кругов беспокойного лада. Поэты идут и уходят от нас на восьмой. Ну, то, что слово лад здесь волей-неволей вызывает ассоциацию с адом, Даже рассказывать не надо. Ну, если вернуться к тому, о чем я сказал чуть-чуть раньше, Я представляю слово ад. Нет, вот он ставит слово лад. Но он ведь в искусстве говорит о музыке, о поэте, о словах, которые использует этот поэт. И, ну, кто Данте читал, знает, да и без Данте все мы знаем, что в аду семь кругов. Ну, это уже такая мистическая, что ли, цифра. Вообще еще с незапамятных времен пришедшая из Древней Греции. Тут можно Пифагора вспомнить, с его мистикой цифр и так далее. Не буду сейчас туда забираться. Скажу лишь одно, что кругов ада должно быть семь, а вот поэты уходят на восьмой. То есть, ну, что-то еще более страшное. Или перегон. Кто-то читал про себя, а считал все про дядю. Кто-то устал, поделив свой удел на семь дел. Кто-то хотел видеть все, только сбоку, не глядя. А кто-то глядел, да, похоже, глаза не надел. Ну, про цифру сеть уже не буду, потому что говорил про нее. Но посмотрите как. Ведь не увидел не потому, что смотрел сбоку или еще там как-то, а глаза не надел. То есть, смотрел как-то без глаз. Ну, и Ванюша. О Ванюше надо говорить особо. Поэтому давайте здесь сделаем вот что. Я сейчас остановлюсь. Мне хочется просто подвести некий итог творчеству Саши Башлачева. И просто на Ванюше это сделать легче всего. Ванюша, по-моему, это что-то вершинное из того, что он написал. И чтобы не отделываться какими-то полуфразами, недоговорками, не стану сейчас трогать этот текст. Давайте мы к нему обратимся в следующий раз. А сейчас давайте попрощаемся и до скорой встречи. До свидания.